Вот, сегодня у нас восьмая глава, называется она «Референция через абстракцию». Такое впечатление, что это чуть ли не центральная глава всей книги. Во всяком случае, последний раздел ее называется так, как называется книжка. Что-нибудь-то значит. Вот, значит, цель главы, которую Линобов заявляет вначале, это раскрытие связи между критерием тождества объекта и референцией к этому объекту. Он начинает с того, что приводит пример, значит, языка, на примере которого мы будем рассматривать модели референции абстрактных терминов. И этот язык, в общем, та часть его, которая нас интересует, она относится к буквам и типам букв. Значит, он описывает последовательное развитие следующей ситуации. На первом этапе сообщество какое-то использует базовый язык, который отсылает к конкретным объектам, то есть к буквам, и квантифицирует только по ним. Ну, как и раньше, считается, что у нас нет проблем с определением, что такое конкретные буквы и как по ним квантифицировать. На втором этапе это же сообщество принимает расширенную версию своего языка, которая включает абстрактные термины, в частности термины для типов букв. И использует версию так, как если бы этот язык на самом деле отсылал к типам букв и квантифицировал по ним. Так, например, высказывание вида «это буква тип» равняется той букве типу. Они, члены сообщества, рассматривают как корректно ровно в тех случаях, когда буквы, то есть токены, на которые указывают говорящие, эквивалентны по некоторому стандарту. Допускается, что такой стандарт есть и что у говорящих нет проблем с его применением в конкретном случае. Как говорит Ленинба, вопрос состоит в том, действительно ли референция к типам букв, то есть к абстрактным объектам и квантификациям по ним, имеют место при использовании расширенного языка этим самым сообществом. И он намерен обосновать положительный ответ, а для этого он начинает с экспликации условия, которые у нас выражены в пункте 2. А именно, что сообщество использует свой расширенный язык так, как если бы он на самом деле отсылал к типам букв и квантификациям по ним. Ленинба спрашивает, что значит для членов сообщества использовать расширенный язык так, как если бы они осуществляли референцию к типам букв. Далее он дает некоторую характеристику того подхода, который он будет применять. В частности, говорит о том, чем его подход отличается от прочих подходов. Он говорит, что отличие от неофрегианства состоит в том, что он не принимает тезис о синтаксическом приоритете. Ленинба считает, что онтологические категории не могут иметь смысла независимого от семантических понятий. Его подход отличается от дефляционизма, где референциальность всякого сингулярного терма t понимается как истинность предложения. Существует x такой, что x равен t. Ленинба намерен показать, что некоторые абстрактные сингулярные термы имеют плотную онтологию. Это вот то примечание, которое я вспоминала в прошлый раз. И в прошлый раз я не вспомнила, что здесь речь идет именно об абстрактных термах. И в таком виде оно выглядит, честно говоря, несколько загадочно. Но в этой главе не поясняется, что он за себя в виду. Далее он говорит, что в его подходе отвергаются также тезисы о том, что обычное содержание утверждений можно распределять или расчленять разными способами. И о том, что говорящие способны переводить предложение ошибки на базовые языки. Он подчеркивает, что новизна его подхода заключается в концепции тонких объектов и в том, что использование принципов абстракции ограничивается предикативным принципом. Но он постоянно это повторяет. По-видимому, это действительно краеугольный камень его концепции. Вот тут я еще выписала некоторые утверждения о том, что нового в его подходе, которые встречаются далее в главе. Вот в частности в разделе 84 сказано, что новым является то, что от говорящих, чтобы они могли указывать на абстрактные объекты, не требуется явного понимания о критериях тожества этих объектов. И в разделе 86 сказано, что новой, ну или по крайней мере нетипичной для других, то есть фрегианских, неофрегианских подходов, является асимметричность оператора достаточности. Мы об этом уже говорили в предыдущем. Здесь тоже пойдет об этом речь. Итак, значит, для того, чтобы формально описать эту ситуацию сообщества, которые реферируют к буквам и типам букв, Линоба, как и раньше, вводит определение для базового языка и расширенного языка, которые он, как и раньше, обозначает L0 и L1. L0 – это обычный первопорядковый язык с равенством и с переменными хитра для всех натуральных языков. И предполагается, опять же, как и раньше, что все члены сообщества согласны с использованием функции интерпретации базового языка, она обозначается ими. И все они принимают как бесспорное существование объектов домена этого языка, то есть домена, на котором интерпретируется его термин. Он обозначается до 0. L1 – это двухсортный язык. Базовый сорт состоит из переменных или индивидных константов и кратикатов, совпадающих с теми, которые используются в руках. Расширенный сорт включает собственный набор индивидных констант, переменные и ибритры для всех натуральных ибритров, вот такой двойной S, который он уже использовал, который применяется к любому сингулярному терму базового сорта и дает сингулярный терм расширенному сорту. Лина поговорит, что нам нужно использовать в L1 два критиката равенства. Он их обозначает вот так, просто равенство и равенство с ледничкой. Я буду говорить расширенное равенство. Которые будут применяться к двум термам базового сорта, если речь идет о предикате равенства, или к двум термам расширенного сорта, если речь идет о предикате расширенного равенства. Смешанные утверждения тождества, то есть такие, в которых используется один терм базового и один терм расширенного сорта, считаются в этом языке неправильно построенными. Он объясняет использование двухсортного языка тем, что, во-первых, при таком языке у нас могут доступны быть только предикативные принципы абстракции, что является условием возможности применения его подхода. И, во-вторых, он говорит, что даже если мы используем только предикативные принципы абстракции, мы должны запрещать смешанные утверждения тождества, ну или, по крайней мере, разумно это сделать, потому что они порождают так называемую проблему Цезаря. Это проблема, как мы определяем истинностное значение выражения типа «Цезарь равно простое число». Значит, и он говорит, что он обратится к этой проблеме в главе 9 и даст ее отдельное решение там. А пока что он упрощает себе задачу как раз посредством использования двухсортного языка. Значит, он говорит, что для простоты мы предположим, что члены сообщества интернализировали стандарты, по которым два объекта считаются принадлежащими к одному типу. И эти стандарты дают отношение частичной эквивалентности, которую он уже использовал, на базовом домене D0, которое отношение является симметричным и транзитивным, но не рефлексивным. Значит, он поясняет, что считаются принадлежащими к одному типу, означает здесь не действительную принадлежность объектов к одному типу, то есть не какие-то онтологические свойства их, а то, что члены сообщества говорят о них так, как если бы они принадлежали к одному типу. И поэтому члены сообщества не обязаны понимать, что такое типы букв. Им достаточно обладания каким-то стандартом, по которому они могут однозначно решить, относятся ли две данных буквы к одному типу или нет. Значит, далее Линнеба определяет то, что он называет условиями утверждаемости для формул этого расширенного языка. Условия утверждаемости определяют, когда сообщество считает, что некоторая формула в некотором контексте является правильным использованием языка. Линнеба подчеркивает, что здесь не идет речь про истинность этого, этой формулы, а только про то, что она правильно используется. Условия утверждаемости, в общем, он достаточно долго объясняет, что это такое. Здесь я написала, то есть я пропустила большое количество пояснений и написала только свойства условий. Значит, и они таковы. Во-первых, поскольку у нас уже базовый сорт нашего расширенного языка совпадает с нашим базовым языком, который уже имеет нужную терпетацию. Логично, что для формул состоящих из термов и предикатов базового сорта, функция интерпретации должна давать те же самые значения, что и она дает для самого базового языка, то есть она должна совпадать с функцией. Вот первое свойство условий утверждаемости именно таково. Второе свойство состоит в том, что местным предикатом расширенного сорта ассоциировано условие утверждаемости альфа-п. Такое, что значит, во-первых, этот предикат относительно некоторого набора функций абстракции от базовых термов. Утверждаем относительно этого набора базовых термов, если и только если это условие альфа-п при подстановке в него данного набора выполняется. Далее аналогичное условие существует и для предиката от набора свободных переменных расширенного сорта y1, ym. То есть все то же самое мы повторяем, только вместо sx1, sxn мы подставляем строчку y1, ym. значит, четвертое свойство состоит в том, что если у нас имеется конъюнкция утверждений, каждая из которых гласит об эквивалентности некоторых двух объектов, то из этого следует, что условие утверждаемости для набора тех объектов, которые стоят на первом месте эквивалентно условие утверждаемости для набора тех объектов, которые стоят на втором месте в этих утверждениях. Ну, проще говоря, для эквивалентных, точнее, частично эквивалентных объектов, условия утверждаемости для наборов частично эквивалентных объектов, условия утверждаемости также эквивалентности. И последнее свойство состоит в том, что если выполняются условия утверждаемости для какого-то набора объектов, то каждый из этих объектов частично эквивалентен сам себе. Зачем это нужно, условия? Для того, чтобы гарантировать, что у нас условия утверждаемости распространяются только на наборы, состоящие из букв. Потому что у нас отношение к эквивалентности частичное, то есть оно не рефлексивно. И для того, чтобы сказать, что у нас объекты являются буквами, мы должны как бы вручную указать вот это вот свойство. Что в данном случае это отношение понимается как рефлексивное. При этом на условия утверждаемости связки эквантера действуют обычным способом. Строгое определение условия утверждаемости для языка RL1 содержится в аппендиксе 8А. Ну, как и обычно, мы не будем выбирать аппендиксы. Вот приводится пример, который приводился уже в неформальном виде в пункте 2, где вот здесь вот описывалась ситуация принятия сообществом расширенного языка. Здесь говорилось, что высказывание вида – это буква типа, равна той букве типу, рассматривается как корректно ровно в тех случаях, когда токены букв эквивалентны по какому-то стандарту. Вот здесь, значит, записано то же самое в формальном виде. Значит, вот мы видим оператор абстракции, который у нас делает из буквы токена букву тип. Значит, дальше оператор расширенного равенства. И, значит, этому высказыванию, этой формуле приписывается условие утверждаемости относительно А и Б такое, что А эквивалентно Б. То есть вот это и есть результат применения того стандарта эквивалентности, о котором шла речь. Значит, далее Линнеба говорит о том, что по-прежнему, если мы попытаемся использовать импредикативный принцип абстракции, у нас подход этот будет разрушен. В качестве примера он использует принцип Юма. Рассмотрим, говорит он, тождество нумералов. Вот как это обозначается в принципе Юма. Значит, решетка F равняется решетке G. И предположим, что понятия, обозначаемые переменными F и G, определяются посредством открытых формул F от X и F от X соответственно. Относительно этого обозначения мы можем считать тождество нумералов, убеждаемых ровно в том случае, когда количество фишек и псишек. Вот, в тексте написано F и F и F, и это перевела как фишки и псишек. Вот количество этих самых фишек и псишек одинаково. Однако, как следствие импредикативности принципа Юма, формулы F от X и F от X могут содержать вхождение оператора абстракции, в данном случае решетка. И это создает проблему, потому что, чтобы определить, верно ли, что количество фишек и псишек одинаковое, говорящий сначала должен определить утверждаемость различных арифметических высказываний, в том числе, возможно, утверждаемость самого того тождественного нумералов, с которого мы бы начинали. И таким образом, нет гарантии, что предполагаемое принципом Юма условия утверждаемости будет хоть сколько-нибудь проще, чем арифметическое высказывание, которому это условие приписывается. Вот теперь, после всех этих пояснений, Ильин поможет перейти к тому, что он поставил себе в качестве задачи, а именно к экспликации условия из пункта 2. Что значит для сообщества использовать расширенный язык так, как если бы он осуществлял референцию к типам БУ? Он говорит, что это значит использовать его в соответствии с условиями утверждаемости. И он говорит, что такая экспликация позволяет ему перейти далее к тому, чтобы сформулировать ответ на вопрос из пункта 3. Действительно ли при таком использовании расширенного языка, то есть при использовании его, как если бы он осуществлял референцию к типам БУ? Действительно осуществляется референция к типам БУ? Однако, для того, чтобы получить этот ответ, он сначала предлагает определиться с критериями приписывания действительной референции. И для этого он ставит еще один промежуточный вопрос. Какова наилучшая семантическая интерпретация расширенного языка? Ну, то есть, действительная референция – это как бы такая референция, в которую мы готовы поверить. И в данном случае, видимо, наилучшая представляет, означает наиболее правдоподобное. И, соответственно, та референция, которую будет у нас приписывать нашему языку, наилучшая семантическая интерпретация, и будет с нашей точки зрения действительной. Вот какие соображения, он говорит, релевантны для определения того, какая интерпретация лучше. С одной стороны, условия утверждаемости, в соответствии с которыми, как мы только что постановили, используется расширенный язык, не содержат упоминаний абстрактных объектов, таких как типы. И поэтому кажется, что приписывать отдельным термином расширенного языка референцию к таким объектам означает заходить дальше, чем это оправдывают лингвистические данные. И с этой точки зрения, Линоба говорит, чем ближе мы держимся к лингвистическим данным, тем лучше. Но с другой стороны, расширенный язык используется говорящими так, как если бы он осуществлял референцию к типам бут. Мы это, опять же, мы с этого начали, и мы только что сказали, что использовать его в соответствии с условиями утверждаемости, это и значит использовать его в точности так, как если бы референция к типам бут осуществляла. И с этой точки зрения, как говорит Линоба, лучше, если мы можем принимать вещи такими, как они выглядят. То есть не искать за ними какой-то скрытый смысл, а прям вот так верить в то, что мы видим. И, соответственно, этим соображением он формулирует две стратегии. Семантический редукционизм и семантический антиредукционизм. Семантический редукционизм, соответственно, идет по первому пути приближения к максимально акклинистическим данным, а семантический антиредукционизм идет по второму пути. То есть принимает вещи такими, как они выглядят, настолько, насколько это возможно. Далее идут развернутые характеристики этих стратегий. Начнем с семантического редукционизма. Он обозначается вот такой курсивной ППР. Интерпретация согласия с семантическим редукционизмом вычитывается прямо из условий утверждаемости. Только вместо того, чтобы говорить, что терм Т ассоциирован с каким-то токеном А, мы говорим, что он указываем, токен А. И вместо того, чтобы говорить, что предикат П утверждаем относительно некоторых токенов, мы говорим, что он истинен относительно этих токенов. Связки и квантеры также интерпретируются обычным способом. Ну, за исключением того, как замечает Линоба, что поскольку мы используем свободную логику, чтобы оперировать соотношением частичной эквивалентности, условие истинности для универсального квантера выглядит несколько непривычно, а именно вот так, значит, что при интерпретации r и функции эвалюации φ для любого u θ выполняется, если и только если для всякой функции ρ, являющейся u-вариантом σ, верно, что при той же интерпретации r и функции эвалюации ρ, и u, эквивалентное u, имплицирует θ. То есть вместо того, чтобы просто написать θ, мы здесь еще добавляем антицидент, который гарантирует, что мы имеем дело с буквой. Значит, по поводу интерпретации r, Линоба дает такое пояснение. Получается, что при такой интерпретации всякая формула истинно относительно набора объектов ровно в том случае, когда она утверждаема относительно этого набора. Фактически, говорит он, разговор о типах букв расширенного языка интерпретируется здесь как необычный способ разговора о самих буквах токена, а предикат расширенного равенства интерпретируется как отношение частичной эквивалентности. Другая стратегия, семантический антиредакционизм, обозначается вот такой буквен, ну, потому что нонредакционизм по-английски. Значит, состоит в следующем. Каждый терм расширенного сорта, ассоциированный с каким-то токеном А, интерпретируется при этой стратегии как указывающий на тип СА. То есть типы здесь в буквальном смысле рассматриваются в качестве объектов. И операции с ним осуществляются посредством условного принципа абстракции. Он обозначается у имя А, П, С. Значит, этот принцип гласит, что если А эквивалентно А и Б эквивалентно Б, то равенство типов СА и СБ эквивалентно тому, что А частично эквивалентно Б. Для того, чтобы оперировать с типами как с объектами, нам нужно определить расширенный домен, в который бы эти типы входили. Мы его определяем, он обозначается D1, как область значения функции абстракции S, то есть как множество типов букв, токены которых входят в D0. Вот формальное определение этого домена. У Линнеба оно обозначается B1. B, потому что он называет эту формулу, а также еще одну другую формулу, которая будет далее, принципами перехода, bridge principles. И о них еще ниже пойдет речь. Так вот, значит, вот как определяется домен, домен D1. Значит, если какой-то, значит, то, что какой-то объект U входит в домен D1, эквивалентно тому, что существует какой-то объект А, который входит в домен D0, и А эквивалентно А, то есть А является буквой, и U равняется SA, то есть U представляет собой тип объекта А. Таким образом, из всех сингулярных термов расширенного языка указывают на объекты из D0 и пробегают по ним только термы базового сорта, а термы расширенного сорта указывают на объекты из D1 и пробегают по этим. Далее Алина Ба говорит о том, как интерпретируются предикаты в этой нередукционистской стратегии. Для N местного предиката расширенного сорта P, условием утверждаемости которого относительно набора объектов А1, АН является формула АП, альфа П от А1, АН, мы задаем интерпретацию N посредством определения нового условия утверждаемости альфа-звездочка P на объектах D1. Такого, что для него выполняется вот этот принцип B2, который гласит, что для любого набора объектов А1, с А1 по АН, принадлежащего базовому домену, если, в общем, это условие альфа-звездочка P, аргументами которого являются типы, набор типов этих объектов, эквивалентно, то есть оно выполняется тогда и только тогда, когда для самого этого набора объектов выполняется условие альфа-П. При таком условии утверждаемости интерпретация P будет следующей. P истинно относительно набора объектов B1 и BN, это уже объекты расширенного домена, если и только если альфа-звездочка P для этих объектов B1 и BN выполняется. Ну и связки эквивалентра интерпретируются обычным способом, с тем замечанием, что переменные расширенного сорта при антиредукционистской интерпретации побегают по объектам D1, а не D0, как было при редукционистской интерпретации. И задав эти две интерпретации, Элина бы спрашивает, да какая из них лучше, какую мы должны выбрать. Значит, он говорит, что с одной стороны между этими интерпретациями есть совершенно определенное различие, а именно то, что они приписывают разные условия истинности одним и тем же формулам. Вот, например, формула с предикатом WoW, который означает гласная буква, но это предикат со звездочкой, то есть он относится к типам букв, а не к самим буквам. Вот, значит, формула существует, Y1 такой, что выполняется в голосе звездочкой от Y1, при интерпретации R истинно, при условии, что существует хотя бы одна гласная буква в токене. Ну, потому что интерпретация R рассматривает предикаты расширенного сорта как такие, которые в конечном счете относятся к объектам базового сорта. А при нередукционистской интерпретации N это формула истина при условии, что существует тип букв, относящийся к гласам. Но, говорит Линоба, эти разные условия истинности не мешают этим двум интерпретациям давать истинностные значения формул, совпадающие с точностью до принципов перехода. Вот они, эти самые Bridge Principles B1 и B2. И он доказывает этот результат в аппендиксе 8b. Он дает такое пояснение, что интерпретации полностью совпадают в том, какие предложения истины в каких случаях использования и единственное их расхождение касается границ семантики. Редукционист мог бы пожаловаться, что антиредукционистская семантика включает ненужный и проблематичный заход через семантические значения абстракции. И, следовательно, необходимо вводить принципы перехода для преобразования антиредукционистских условий истинности в редукционистские условия, которые ближе к глинистическим данным. Напротив, антиредукционист мог бы пожаловаться, что редукционист ошибочно отключает различные симпатические принципы в свою семантику. Ну вот, как принцип синтоксического приоритета. который мы видели раньше. Значит, как нам выбрать между этими двумя интерпретациями? У нас должны быть какие-то критерии оценки. И вот он перечисляет четыре таких критерия. Во-первых, это принцип доверия. Ну, очень широко использующийся в семантике принцип, согласно которому в отсутствии противодействующих соображений нам следует интерпретировать язык так, чтобы уважать диспозиции его носителей относительно истинности предложений. Конечно, иногда, если мы, если у нас есть основания предполагать, что говорящий ошибается или намеренно вводит нас в заблуждение, то тогда мы можем пренебречь его утверждениями. Однако, если он уверенно и по всей видимости обоснованно считает какое-то предложение истинным, то наша семантическая интерпретация должна быть такой, чтобы это предложение действительно было истинным. Но, длинного по отношению к принципу доверия обе наши интерпретации одинаково хороши, поскольку они не различаются в приписывании истинностных значений предложения, они не различаются также и в том, насколько они успешно выполняют, насколько они хорошо соответствуют принципу доверия. Следующий критерий это принцип композициональности, который гласит, что в общем требуется, чтобы семантическая интерпретация была композициональной. Семантическое значение со стороны нового выражения должно функционально определяться семантическим значением его компонентов, способом их синтаксической комбинации. Мы уже говорили об этом принципе, он очень широко применяется в семантике. на первый взгляд обе интерпретации удовлетворяют принципу композициональности, но, как говорит Линоба, интерпретация R не совсем надежна в этом смысле, потому что могут быть такие модификации языка совсем незначительные, которые при этом она не способна композиционально отразить. в частности имеется проблема с введением генерализованных квадров. Вот он отдает ссылку на работу Хепко синтаксический дукционизм и приводит пример. Значит, мы предположим, что у нас имеется вот такая табличка, это как бы наш домен до нулевой. И нам нужно оценить истинность предложения большинство типов букв являются гласными. Здесь используется квантер большинство, most, как он обозначается, который, семантика которого состоит в том, что большинство значений переменной под квантером удовлетворяет тому предикату, который, истинность которого мы должны проверить, а именно в данном случае гласность. и мы сталкиваемся с тем, что при нередукционистской интерпретации в соответствии с интуицией это предложение ложно относительно вот этого нашего домена. В то время как при редукционистской интерпретации оно истинно, потому что переменная при редукционистской интерпретации пробегает по токенам, а не по типам. А здесь у нас имеются три токена одного и того же типа, и это единственный тип, который относится к согласным, в то время как к согласным относятся два типа. Лина бы говорит, что можно было бы с точки зрения редукциониста попытаться решить эту проблему, сказав, что когда у нас квантеры типа most используются с терминами расширенного сорта, то они квантифицируют переменные с точностью до эквивалентности, до отношения эквивалентности. Но он говорит, что это какое-то не очень удачное решение, потому что оно выглядит как отхок. И вообще, почему бы это мы должны были интерпретировать квантер одним образом, когда он используется с терминами базового сорта, а другим, когда он используется с терминами расширенного сорта. Это как-то некрасиво. Он говорит, что можно сделать и более хитрый ход в данном случае, а именно имитировать абстракции в рамках вот этой редукционистской семантики. Я обозначила эту стратегию как R со звездочкой. При таком подходе вместо абстракции вводится функция, которая ставит в соответствии с токеном некоторые объекты в зависимости от их токенов класса эквивалентности. Например, это могут быть какие-то выделенные представители класса, с которыми можно оперировать согласно принципу APC, то есть условному принципу абстракции, который у нас был сформулирован для нередукционистской семантики. То есть мы получаем всю механику нередукционистской семантики, но при этом не расширяем домен. Однако, как говорит Лина, у такого подхода тоже есть проблема. И одна из них состоит в том, что это будет абсолютно произвольно. Другая проблема состоит в том, что установить соответствие не всегда будет возможно. Предположим, что сообщество расширило свой язык не так, как если бы каждой букве соответствовал тип, а так, как если бы каждой множественности объектов базового сорта соответствовало уникальное множество расширенного сорта. Эта языковая практика не порождает никаких противоречий, она совершенно невинна. Соответствующий ей принцип абстракции – это двухсортная версия основного закона 5, которая, в отличие от односортной версии, вполне консистентна. В этом случае существует столько же классов эквивалентностей, сколько и множественностей объектов базового домена. И по обобщению теоремы Кантера невозможно выбрать уникального представителя из базового домена для каждого такого класса эквивалентностей. У нас остается единственный вариант – это дать самим множественностям роль представителей класса. Но поскольку множественности не являются объектами, то у нас возникают конфликты типов. То есть, если мы опять, например, пытаемся вводить генерализованные Квантера типа Моус, нам надо говорить, что вот, значит, у нас, если у нас квантифицируется… Если у нас Квантер употребляется с терминами базового сорта, то квантифицируются объекты, а если он употребляется с терминами расширенного сорта, то квантифицируются множественности. А может быть, могут существовать и такие-то смешанные варианты, которые вообще непонятно, как описывать. И тут он дает ссылку на работу Роузена, в которой это рассматривается. И говорит, что еще одна проблема такой интерпретации с имитацией, редукционистской с имитацией абстрактности, представлена будет в разделе 9. Далее, третий критерий, который он применяет для оценки интерпретации – это когнитивные ограничения. Условие истинности предложения должно правильно пониматься говорящим, то есть он должен схватывать все понятия, в которых это условие выражено, и способы комбинации. Он приводит пример, что стандартная интерпретация предложения «Snow is light», «Snet, Bell» соответствует этому когнитивному ограничению, если говорящий схватывает понятие снега, схватывает понятие белизны и знает, что такое. И говорит он по отношению к когнитивным ограничениям, нередукционистская интерпретация предпочтительно перед редукционистской. Вот на каком примере можно это увидеть. Пример с физическими телами, которые я разбирался ранее. Ну, напомню, как там он предлагал интерпретировать выражения о физических телах. Он говорил, что можно ввести принцип абстракции, который будет устанавливать отношения частичной эквивалентности между частичками материи, которые связаны между собой непрерывным плотным веществом. Вот. И что у нас получается? При редукционистской интерпретации высказывания вида «это тело равно то тело», интерпретируется как указывающее на две частички материи и утверждающее, что они находятся вот в этом отношении частичной эквивалентности, которое он называет отношение единства-единительных в данном случае. Значит, или он говорит, странно предполагать, что говорящие знают, в чем состоит это отношение. Во всяком случае, это менее правдоподобно, чем предполагать, что они знают, что такое физические тела. Хотя они имеют практическую способность распознавать, имеет ли место отношение единства между двумя частичками материи, эта способность основана на субличностных механизмах и низкоуровневых практических навыках, а не на явном понимании этого отношения. Ну, мне кажется, что то, что нам приходится дополнительно думать для того, чтобы определить принцип абстракции для физических тел, оно говорит в пользу того, что действительно, может быть, мы и обладаем способностью применять этот принцип неосознанно, но навряд ли кто-то из нас его осознает настолько же хорошо и настолько же давно, насколько он давно знает, что такое физические тела. Вот. Значит, по поводу этого Алина бы поясняет, что ошибочно думать, что всякий принцип, который вносит вклад в формирование семантического отношения референции, сам по себе является семантическим принципом. Он приводит в пример здесь принцип крещения, который используют Крипке для построения своей каузальной теории референции. Он говорит, что согласно Крипке этот принцип используется, точнее как, этот принцип участвует в установлении отношений референции, однако говорящие не опираются на него сознательным образом, когда реферируют к объектам, когда произносят их имена с тем, чтобы указать на носителей этих имен. Алина бы называет принципы, которые, посредством которых реализуется референция термофоршивного сорта, но сами эти принципы не входят в семантику данных термов, метасемантическими. Таким образом, вот этот принцип крещения Крипке является метасемантическим в сипадочке. Итак, мы сравнили две интерпретации по четырем критериям и получили, что по двум критериям они не имеют преимущества друг перед другом, но по двум, а именно по критерию композициональности и по критерию когнитивных ограничений нередукционистская интерпретация предпочтительна перед редукционистской. Однако это только при условии, если сама эта нередукционистская интерпретация нам вообще доступна. И далее Линнеба переходит к обоснованию того, что она доступна. Здесь он также описывает последовательно развивающуюся ситуацию. На первом этапе сообщество использует базовый язык L0 с доменом из конкретных объектов. Далее в процессе своего развития сообщество принимает расширенную версию языка, которая включает предикативные принципы абстракции и использует ее в соответствии с условиями утверждаемости для этого языка. На данном этапе им пока что неинтересна, какова семантика их языка. Им просто интересно использовать его так, чтобы у них не возникало противоречий и каких-то неоднозначностей. И поскольку они используют язык в соответствии с условиями утверждаемости, мы можем с уверенностью сказать, что им это удается. На третьем этапе сообщество начинает задаваться вопросом о семантике. И чтобы говорить о ней, оно использует расширение своего уже расширенного языка L1. L1, вот это расширение L1 обозначает L1M, потому что мета-язык. И на этом мета-языке оно, сообщество формулирует обе интерпретации, редукционистскую и антиредукционистскую. И предпочитает антиредукционистскую по тем причинам, которые уже были изложены. Вопрос состоит в том, есть ли какие-то причины, почему такое сообщество было бы неправо. То есть, почему интерпретация, которую оно предпочло, была бы для него недоступной. Как говорит Линба, здесь можно сформулировать такое скептическое возражение. Мета-язык L1M, который представляет собой расширение языка L1, функционирует также семантический, как и сам язык L1. То есть, как если бы он мета-язык отсылал к конкретным объектам и квантифицировал бы по ним. Так, здесь абстрактным должно быть. Вот. Отсылал бы он к абстрактным объектам и квантифицировал бы по ним. Значит, возможно, говорит скептик, членам сообщества не следовало бы с таким доверием относиться к своему расширенному языку, и следовало бы выбрать в качестве мета-языка расширение какого-то более скромного языка. Который, как язык L0, избегал бы использования потенциально проблематичных фронтифицированных ресурсов, вроде термов, которые претендуют на референцию к абстрактным объектам. И если бы такой язык был выбран в качестве мета-языка, сообщество не смогло бы сформулировать интерпретацию N. На возражение скептика, как говорит Линоба, можно ответить, во-первых, так, что если эти люди много веков подряд использовали этот язык L1, то почему бы им нельзя было бы, когда они стали нуждаться в мета-языке, расширить тот язык, который у них был. Почему бы им было необходимо налагать на себя какие-то ограничения языковые? Непонятно. И вообще, говорит Линоба, таким образом можно подорвать вообще любую теорию референции, а не только к абстрактным объектам. Потому что, чтобы приписать языку объекту референцию к какой-то категории объектов, мы должны уже использовать мета-язык, который сам может отсылать к этой категории объектов. Это одно из проявлений интермонализма относительно референции, о котором он говорил в разделе 2.6.5. И поэтому, он говорит, возражение скептика должно быть отвергнуто. В целом, он подводит итог этого своего мысленного эксперимента. Так, язык сообщества стабилен относительно семантической рефлексии. То есть семантическая рефлексия над этим языком дает те же самые результаты относительно референциальных его свойств, которые при принятии вещей такими, как они выглядят, можно было бы получить, глядя на сам этот язык. И это, говорит Лина Балушина, что можно удеяться, потому что, однажды приняв такой язык, говорящие могут потом открывать его свойства, используя его для его собственного описания. И делать при этом надежные семантические заключения. На данном этапе Линоба делает обзор предыдущей аргументации, которую он использует в книге, разделив ее на три ступени. На первой ступени его аргументация, как он говорит, ну и как мы прочитали, состояла в том, что приемлемость расширенного языка можно обосновать тем, что его условия утверждаемости логически приемлемы и могут быть выражены в непроблематичном базовом языке. Сама же эта возможность обосновывается использованием предикативных принципов абстракции. На втором этапе его аргументация состоит в том, что лучший семантический анализ приписывает расширенному языку референцию к абстрактным объектам и квантификацию по ним. И это обосновывается в том разделе, где речь идет о критериях. Значит, здесь используется понятие критерия тождества и принцип композициональности, а также тезис об отсутствии явного и сознательного доступа к критериям тождества, которые мы применяем в своей языковой практике. И на последнем этапе его аргументация состоит в том, что такой анализ доступен, поскольку существует принцип интернализма относительной референции. После принятия интернализма относительной референции мы получаем то, что Линебо называет легкой референцией. И эта легкая референция в комбинации с идеей Фредди об объекте как возможном референции сингулярного терма дает нам ту самую концепцию тонких объектов, которая посвящена всяким людям. Ну и вот, поскольку уже довольно много сказано об этом, здесь говорится о тонких объектах уже довольно лаконично, а именно приводятся последние доводы в пользу того, что все-таки мы должны признать тонкие объекты существующими. Линебо говорит, что кто-то мог бы возразить, что способ, которым здесь вводятся абстрактные объекты, а именно легкая референция и последующий антологический вывод, что если у нас есть термы, которые указывают на абстрактные объекты, значит, абстрактные объекты существуют, этот способ может кому-то показаться слишком легким. И этот человек может спросить нас, должны ли мы все-таки исследовать реальность для того, чтобы делать какие-то антологические заключения. Линебо утверждает, что мы должны ответить, что нет, нам не надо исследовать реальность именно потому, что абстрактные объекты являются тонкими. значит, он напоминает определение тонкого объекта, из которого он исходит, а именно объект является тонким, когда имеется утверждение фи, которое не имеет антологических обязательств по отношению к о, то есть в нем не упоминается объект к о, но при этом это утверждение является достаточным для существования о. В предыдущих главах мы видели, что это записывается вот таким образом, фи, двойная стрелочка пси, где формула пси включает термины, указывающие на о, а фи не включает таких терминов. И оператор достаточности, вот эта самая двойная стрелка означает, что некоторые утверждения, а именно фи, является антологическим основанием другого утверждения, а именно пси, в приемлемом образом расширенном языке. Об этом говорилось в главе 2. Строгое определение оператора достаточности дается под индексом 8D, где в частности доказываются вот такие его свойства. Ну, я не буду их зачитывать, я просто скопировала их из книги. Ну, в общем, то, что здесь утверждается вполне понятно и не вызывает никакого удовлетворения. Значит, и также в этом же аппендиксе доказано, что оператор достаточности удовлетворяет логическим ограничениям из раздела 1.5, а то, что он удовлетворяет также и философским ограничением из раздела 1.6, доказано далее в книге, в частности в главе 11 об этом идет речь. В конце главы Линоба делает небольшое заключение по сказанному, где, во-первых, подчеркивает, что его подход асимметричен. Ну, об этом опять же уже шла речь. симметричные подходы обычно используются в неофрегианстве и сам фреги с точки зрения некоторых исследователей склонялся именно к симметричным подходам. Но Линоба говорит, что для его подхода существенно то, что он асимметричен, то есть то, что он признает антабоологические обязательства, вот этих формул φ и ψ, между которыми стоит оператор достаточности, как неравные. Поскольку значит в формуле φ у нас не встречаются абстрактные объекты, а в формуле ψ встречаются абстрактные объекты, и Линоба утверждает, что эти объекты действительно существуют, мы должны принимать их так, как такими, какие они есть, как они выглядят, и соответственно у нас ПСИ имеет больше антологические обязательства по сравнению с ПСИ. Но поскольку абстрактные объекты являются тонкими, антологические обязательства по отношению к ним ничего не требуют от мира, в дополнение к тому, что уже у нас гарантировано теми антологическими обязательствами, которые имеются у формулы φ. Поэтому асимметричность не создает нам проблем с миром. И также Линоба поясняет, что в каком-то смысле, в каком-то смысле его подход является редукционистом. Он говорит, что в определенном смысле это совершенно точно редукционизм, а именно в том, что каждое предложение расширенного языка имеет условия утверждаемости, в которых не упоминаются абстрактные объекты. Однако он говорит, это совершенно другой редукционизм, не тот, который упоминался раньше как холофрактический редукционизм, где вообще никакие термины не имеют настоящей референции, а только видимость референции, которой они обязаны своим участием в истинных предложениях. И это не семантический редукционизм, который был описан в этой главе, потому что Линоба признает референты не только за конкретными терминами, но и за абстрактными. Так что же это за редукционизм, говорит Линоба? А это редукционизм на метасемантическом уровне. То есть на уровне семантики он придерживается не редукционистской стратегии, а на уровне метасемантики редукционистской. В этом и есть суть его подхода. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Если позволите, у меня вопрос о буквах, о понятии буквы. Мне кажется, если мы говорим, допустим, об алфавите естественных языков и говорим об алфавите искусственных языков, то мы говорим какие-то совершенно разные вещи. И вот понятие буквы у меня как-то плавает. Я не могу схватить его значение и не могу соотнести понятие буквы с понятием объекта. мне вот это непонятно. Насколько я поняла, в данном случае пример буквы используется безотносительно к тому, что буква является минимальной составной частью языка. То есть Линоба говорит о буквах просто как об объектах какой-то формы. И он их использует именно потому, что они являются достаточно привычными с одной стороны. Все мы видим буквы постоянно. И с другой стороны они являются хорошо стандартизированы. То есть в какой бы форме мы не воспроизводили эту букву на письме или в печатном виде, мы знаем, что эта буква должна быть такой формы, чтобы она точно распознавалась как буква определенного типа. Ну и собственно все на этом. Мы можем даже не принимать в расчет, что буква это что-то там имеющее отношение к речи или к формулам. Это просто какой-то объект. Ну хорошо, но все ли объекты являются буквами? Разумеется, не все объекты являются буквами, это просто пример. Вот по поводу этого у меня есть кстати тоже что сказать. В самом начале он там приводит пример с предикатом гласное и говорит, что вот у нас может быть согласно которому о типе буквы мы можем сказать, что это гласное тогда и только тогда, когда мы можем о токене сказать, что это гласное. Вот этот пример выглядит несколько неестественным, поскольку мне очень трудно представить себе человека, который распознает гласность или согласность букв по токенам. Как-то это странно. Мне кажется, что вначале мы учимся распознавать все-таки типы букв, а потом уже узнаем о том, что из этих типов некоторые являются согласными, некоторые согласными. Ну, поскольку это не имеет большого значения для содержания главы, я просто допустила как пример. Ну, по поводу гласности, да тут есть такой нюанс, что гласными называются речевые звуки, и в общем отличаются они от согласных тем, что воздух через гортань проходит без воздушного давления какого-то существенного, то есть их на слух можно отличать. Так это звуки, а не гласные. согласны. Ну да, конечно. Но токены это и звуки в этих тоже. Потом уже мы буквам, в смысле букв, на уровне типов приходим, когда абстракцию используем, а так у нас пока какие-то конкретные объекты или надписи, или звуки, вот это конкретные объекты, с которыми мы на базовом языке оперируем. А разные произнесения буквы А и разные надписи буквы А, это уже расширенный язык. Ну да, но он использует слово letter, по-моему, это все-таки именно буква, а не звук. Это, конечно же, именно буква, а не звук, но все же, когда говорят о гласных, гласными называются звуки, а не буквы. Ну, опять же, конечно, источник и смысл введения этого практиката классности это действительно то, как мы говорим, как мы произносим, то есть звуки. Однако в алфавите можно сказать, что существуют гласные буквы и существуют согласные буквы. Ну, это просто принято так, что вот буква А является гласной. Ну, это просто синтаксический сахар. Это буквы, в алфавите существуют буквы, которые обозначают гласные звуки, и есть буквы, которые обозначают согласные звуки. Но сами все буквы, конечно, ни теми, ни другими не являются. Но это еще усложняет картину. Ну, в общем, да, понятно, что здесь требовалось некоторое упрощение для того, чтобы пример работал. Так что никаких претензий по этому вопросу нет.